Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Авориан 2.0 на сложности безумия, и в прошлой серии мы завершили операцию исход и начали выполнять сюжетную цепочку с Изи, связанную с черным рынком. Немножко познакомились с другими фракциями, которые добавлены были в дополнение черный рынок, да, и сегодня мы продолжим работать на Изи. Давайте посмотрим, нам надо вот сюда. Новые сведения о задании, следующее в этой цепочке, посмотрим, чем все это дело вообще закончится, было бы прикольно, в этом дополнении точно появились новые боссы в эндгейме, когда мы за барьер пролетаем, там что-то новое, короче, намечается, об этом в описании игры написано, было бы интересно, чтобы появились новые боссы у нас как бы тут. Так, привет, я бы хотела, чтобы вы мне кое с чем помогли, что новое, я надеюсь, она бессмертная там, да? Похоже на то, что нового? У меня есть для вас поручение, и вам это тоже будет выгодно. Что именно? Я взялась за ряд заданий, но вряд ли смогу их все выполнить, может возникнуть конфликт интересов, и мне не хочется, чтобы меня поймали на горячем. Что за задание? С кавористами, с семьей вы уже имели дело, и о коммуне слышали, все это крупные синдикаты, действующие независимо от галактических держав. Было бы прикольно, если бы у каждой из этих фракций свои какие-то вот мини-боссы были, да? С уникальным шмотом, уникальными пушками там, или может модулями какими-то даже. Каждая из них предлагает мне работу, но сотрудничать со всеми тремя сразу может быть небезопасно, они друг друга крайне недолюбливают. Постойте, ну а я-то здесь при чем? Видите ли, не могу же я не сдержать свое обещание, меня ведь за это накажут. Но с вами все будет в порядке, главное не влезьте в какую-нибудь ситуацию, из которой не сможете выпутаться. Вы сказали, что мне это будет выгодно. Вы сможете оставить себе полученное вознаграждение. Какая щедрость. Да, щедрость, главная моя отличительная черта. Только не сходите слишком близко с одной из, не с одним из синдикатов, а то остальные перестанут иметь со мной дело. Ну хорошо, где мне вас искать, когда все будет сделано? С чего вы взяли, что я раскрою вам свое местонахождение? Я сама вас разыщу, когда будет время. Хорошо. Эти пираты нас когда-то здесь, в этом секторе, подловили. Мы от них просто улетели, да, и они тут остались. Это не сюжетно, их тут в принципе не должно быть. Вот, промазал. Большой пушкой промазал по нему. И там какой-то желтенький модуль выпал, пойдем заберем его. Так. Доставка самогона. Доставка наркотиков, доставка оружия. Кавалеры. Это у нас коммуна. И семья, да. Так, надо подумать. Давайте сейчас мы еще посмотрим, что у нас. Ага, просто вот эти три задания. Задания. Нам может быть понадобится или модуль, который защищает нас от сканирования. Или может быть капитан именно контрабандист. Давайте мы сейчас поищем капитана контрабандиста. И воспользуемся его услугами. На всякий случай, для как раз вот этих всех заданий грязных, мы как раз посмотрим на контрабандиста. Поищем сейчас его где-нибудь, где... Кстати... Торговая фактория. Да, вот тут вот... Да, тут куда угодно, в принципе, можно прыгать. Вот к рудникам, к вот таким вот секторам я бы за контрабандистом не летел. Да и тут, в принципе, зданий... Не зданий, а станций побольше. Поэтому полетим в какой-то из этих секторов. И поищем контрабандиста себе на борт. И просто будем переключаться. Когда надо воевать, будем ставить боевого капитана. Когда надо, что-то там будет по заданиям нам. А потом этого контрабандиста можно будет использовать дальше для закупок товаров. Нам понадобится... Когда турели будем собирать, к примеру. Так. Но надо... Надо поискать. В принципе, исследователя тоже мы можем взять. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Быстрее выполняет команды. Быстрее еще выполняет команды. И риск попасть за саду снижен два раза. Мы возьмем какого-то другого, я думаю, исследователя. Посмотрим. Так. Ну и можно в этот сектор прыгнуть, к примеру. И поискать кого-то еще. И вот тут вот есть, в принципе, неплохая контрабандистка. Давайте мы ее наймем. Она у нас вот здесь вот в качестве пассажиров будет числиться пока что. Окей. Окей. Сорян. Сорян. Я мискликнул чуть-чуть вместо крестика. Блин. Я хочу сейчас еще нанять немного инженеров. Тут еще, кстати, тоже один контрабандист есть. Но этот чуть похуже. Мне меньше нравится. У него там повышенный шанс на попадание в засаду. И мне такие капитаны не нравятся. Итак, шанс на засаду довольно высокий, если корабли по одному отправлять. Так, наймем. Бахнем всех. И этого даже мало. Ого. Ну вот так вот. Я на другой станции добрал еще инженеров. Еще немного механиков. Тут можно было бы еще добавить. Но они подкачаются, эти механики тоже, я думаю. Им до 200% дойдет. Если нужно будет еще место, например, какого-то капитана взять, да, то можно будет убрать артиллеристов. Нам столько прям не надо сейчас, в данный момент. Но потом, когда мы будем турели им больше добавлять, то, возможно, понадобится. Вот. И теперь давайте мы поставим контрабандист сюда. У нас на две турельки меньше стало. Но я думаю, мы с этим значком полетаем пока. Самый главный момент, чтобы нам хватило трюма для выполнения вот этих вот заданий. Давайте полетели. Что у нас тут ближе всего? Сигнал бедствия. Слушайте, тут ближе и нету ничего, да? Отшельник тут есть относительно недалеко. А где все? Давайте посмотрим. Что мы? С контрабанды алкоголя начнем? На семью поработаем? Отправляйтесь в сектор 344-66. С Моретти встретитесь. 344. Или давайте, может быть, на этих. Где они? Вот. Насчет поставки оружия. С кавалеристами, да? 350-65. 300... Ага. Задание. Список компонентов. Грубая утилизация. Турель. Поставка оружия. Контрабанда алкоголя. Да, у нас... Все где-то здесь. Ладно. Мы, в принципе, можем еще и по дороге к отшельнику заглянуть. Мне не очень, конечно, нравится вот так подряд в перемешку выполнять несколько заданий. Но я всегда так делаю, да? Потому что это практично. Все. Полетели. Наш старый друг, искатель приключений, это Хипс. Привет. Спасибо, что прилетели. Ну что вы. Мне удалось выяснить кое-что интересное. Есть хорошие новости, есть плохие. Расскажите, прошу вас. Хорошие новости в том, что я знаю, где могут находиться базы к сотенов. Отлично. А плохие в том, что они прилетают с той стороны барьера. Действительно нехорошо. Вы знаете, где расположен барьер? Кажется, не доводилось слышать, да? Мне рассказывали кое о ком, кто как раз знает о барьере очень много. И он станет нам помогать? Надеюсь. Поговорить с ним, по крайней мере, следует. Я выясню, где именно его найти. Отправлю вам письмо с координатами. Увидимся. Так. Это мы как раз долетели, поговорили. Подождем сейчас письмо с координатами, да? И пока будем себе лететь тихонечко вот сюда. К нашим шахтерам, фактически. Можно даже через врата пропрыгать сюда. Все. И поставка оружия. Так. Задание вроде бы никакое не было обновлено, да? Это у нас задание отшельник. Как дождаться новых сведений нужно будет? Хорошо. Это как раз с отшельником нужно будет потолковать. Я думал, мы уже к отшельнику летим, да? Оказалось, что это все... Блин, вот реально хорошо, что мы прошли обучение в начале игры в самом, да? Потому что вот эта вот завязка с вот этим искателем приключений... Ну, определенно дает о себе знать в дальнейшем на протяжении... Да практически все игры, видимо, и дальше будет он нам давать разные задания и постоянно рассказывать какие-то интересности, полезности по игре. И вот если играть первый раз сейчас, то играть, конечно же, намного интереснее и комфортнее станет. Кстати, а ну подождите. Давайте мы пойдем сейчас что-то взломаем, попробуем. Никто не обидится? Есть тут что взламывать? Нечего, наверное, да? Ничего не подсвечивается. А жаль, я взломал бы, пока модуль у меня стоит на взлом. Ну ладно. У нас там был в позапрошлой, по-моему, серии или еще, может, чуть раньше, сектор какой-то чудесный, где было много вот таких вот контейнеров спрятано. И я, если честно, не помню, что это был за сектор. Можно было бы в записи, конечно, посмотреть. И вернуться туда. По идее, у нас координаты в пустых секторах. Здесь просто координаты. В секторах, которые без названия. И пойти повзламывать там, что-то поискать. Там реально много контейнеров было. Надо подумать. Ну, а с другой стороны, в принципе, там, скорее всего, ловить нечего. Потому что, как бы, территория-то устарелая уже давным-давно, правильно? Если бы это где-то в наонитовых секторах хотя бы было, тогда, да, было бы интересно. Но вот как раз в наонитовых и в тринеевых секторах мы, я думаю, что-нибудь поищем эдакое. Еще как-то дальше будем продвигаться понемногу. Ну, пока мы сюжетками занимаемся, да. Вот сюжетки тоже нас, вон, походу, ведут потихоньку, да. От начала, от края галактики. Немножко дальше продвинулись мы. И, может быть, дальнейшая сюжетка нас заведет как раз дальше вглубь. Давайте почитаем. Здравствуйте. Того, кто нам может помочь, зовут Отшельником. Он живет на гигантском астероиде в таком-то секторе. Разыщите его там. Нет, а где-то... Хотя нет, 340, это тут недалеко. Отшельник. Во, все здесь. Смотрите, прям как четенько мы продвигаемся, продвигаемся. А, у меня где-то... Вот что это у нас за пометочки с турелями. Я там как-то... Да, во. Вот это мы откажемся. Я тут как-то хотел... Думал, может быть, сделать утилизационные турели. И вот это материалы, которые нужны там с 30% бонусом к добыче. Там 90%, по-моему, получается. Эффективности. Но я посмотрел, что... Слишком много мороки с... Закупкой ресурсов ради таких проходных турелей. Подумал, что смысла все-таки в этом никакого нет сейчас. И вроде в следующем секторе уже как раз будут кавалеристы. Жилой комплекс. Похоже, связь еще работает. Ну, идем. Нам, может быть, не надо стыковаться? Принять на борт оружие. Надо стыковаться. Ладно. Давайте мы сейчас пока летим. Еще посмотрим... Нет, не на паузу. Посмотрим. А на... Надо торговца отправить, точно. На-на-на-на-на-на. Да, у всех отношения по нулям. Жестокие, консервативные, подозрительные, прогрессивные, спокойные, толерантные, революционные, традиционные, авторитарные, жестокие, подозрительные. Ну, в любом случае, надо со всеми познакомиться, да? У всех вот эти, наверное, начальные задания повыполнять. Я так предполагаю, что таким образом мы с ними познакомимся. Стыкуемся со станцией. Принять на борт оружие. Вам нужно оружие для кавалеров? Простите, оно еще не готово. Мне подождать? Просто ждать нет смысла. Мне не удалось добыть нужные компоненты. Пока я их не получу, работать не с чем. Чем я могу вам помочь? Нам надо спешить. Если семья узнает, что я работаю на кавалеров, мне конец. Они кавалеры или кавалеристы? К счастью, я знаю, где взять нужные мне квантовые трансформаторы. И где же? Пиратское требье украло партию квантовых трансформаторов, которая шла ко мне. Их тайник в секторе вот таком. Думаю, вы справитесь. Отправляйтесь сюда и заберите квантовый трансформатор. Разумеется. Так, сейчас как бы станцию тут не задеть. Да, именно кавалеры, не кавалеристы. Чего я их кавалеристами называл? Давайте посмотрим. Это у нас контрабанда алкоголя. И... Поставка оружия. Окей. Полетели. По пустым секторам, чтобы быстрее было. Пару прыжков и мы там. И вот сектор. С пиратами зелеными для меня. Вы определенно попали не туда, куда надо. Радость моя. Серьезно. Видите ли, у нас тут повсюду хранятся нужные вещи, которые никто не должен видеть. Эти вещи мне и нужны. О, думаете, вы сможете у нас что-то украсть? Значит, пора вас проучить. Я убрал две лишние турели, чтобы с капитаном-контрабандистом... Да, у нас не мигал этот значок, все время не светился. А то он меня немного раздражает. Подмога идет. Давай, сводись. О, 13 тысяч. Это я понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, скромненько, скромненько. Задача обновлена. Давайте сейчас... Позабираем синие-зеленые модули хотя бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корабли мы, да, местные тут просто взрываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они даже нам щит особо не поцарапали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас еще есть возможность приближать. Можно посмотреть, что это такое, да? Это не ракеты, можно забрать. Правую клавишу зажимаем и колесиком. Очень удобная тема такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что я не снял модуль на взлом. То сейчас бы пришлось бы опять лететь ставить. Я надеюсь, у меня места в трюме хватит. А то будет тоже неприятно. Придется... Мы изменить здесь ничего не сможем на нашем корабле, потому что нужен этот самый будет, да? Верх нужна. А, взламывать даже не надо. Шпоньк. Ящик с квантовыми трансформаторами. Просто... Просто ящик без... Без лишних заморочек. Хорошо. Так. Возвращаемся. Так. Доставить квантовые трансформаторы. Они у нас. Я их установлю. И можете забрать оружие и отправиться в путь. Куда мне его доставить? До того, как семья начала мне угрожать, я встречался с представителями кавалеров в таком-то секторе. Окей. Попрыгали. Адриана Шталь. Приветствую, сэр. Вы доставили мне оружие. Отлично. Но у меня есть вопрос. Что за вопрос? Кто вы и почему у вас наше оружие? Я работаю на Изи. А, Изи. Эта женщина ненадежна. Надеюсь, вам в отличие от нее можно верить. Думаю, что можно. Я уже давно думаю найти Изи замену. Хотите выполнить для нас другие задания? Выполнять. Разумеется. Отлично. Буду на связи. А пока вот, возьмите эту награду. Ага. Открыта новая веха. DLC черный рынок. Встретиться с кавалерами. Отношение с ними улучшилось на 20 тысяч. Мы еще денег немного заработали. Но то копейки, конечно. Вот сюда я хотел посмотреть. А ну-ка, а ну-ка. Что у нас дальше? Завершите сюжетную линию кавалеров. Интересно. Мы можем все три завершить сюжетки? Изи нам говорила, что типа не стоит прям связываться до конца. Дружиться с одной из фракций, а то не сможем работать с другими. Повредить станции. Приветствую, сэр. Некоторые соседние станции сотрудничают с семьей и коммуной. Хотя нашим договором это запрещено. Мы должны сделать так, чтобы все знали. Порядок в галактике наводим именно мы. И все должны делать то, что мы скажем. Именно мы раз и навсегда уничтожим пиратов и ксотанов. Но за это объединение должны нас слушаться. Пора им показать, что игнорировать наши приказы нельзя. Вы нашли проблемный аванпост. Отправляйте в сектор такой-то и повредите повстанческую станцию. Будем вам признательны за помощь. Да здравствует император. Демонстрация силы у нас прямо здесь, вот рядышком. Во-первых, посмотрим сейчас по отношениям. Отношения нейтральные, да? С кавалерами чуть-чуточку поднялись. Чуть-чуточку. Я бы все-таки, наверное, пошел с другими этими. Сейчас поздоровался. Фракциями. Да, давайте. У нас вот тут вот рядышком есть отшельник. Ладно, полетели к отшельнику, чтобы он нам тут не маячил. А потом выполним задание на контрабанду наркотиков и контрабанду алкоголя. Немного бы дальность хотя бы увеличить нашему кораблю, чтобы прыгать было приятней. Кажется, что еще хотя бы пару слотов для модулей, да? И жить станет комфортней. Но потом появятся новые потребности. Так, отшельник. Зачем ты нарушаешь мое одиночество? Извините, мне сказали, что вы очень много всего знаете. Раз медитация все равно уже испорчена, можешь сказать, что тебе нужно. Расскажите мне о барьере. О барьере? Барьер это кольцо разорванной ткани гиперпространства вокруг центра галактики. Появилось оно 200 лет назад, после того, что принято называть событием. Событием. Интересно. И что было дальше после события? Объединенные Альянсы вели тогда Великую Войну против Ксотанов. Ксотаны терпели поражение, им приходилось отступать обратно к центру галактики. Но вдруг по энергетической сети галактики прошла сильная дрожь. А дальше известно только, что повсюду появилось множество разрывов. И что центры галактики, вместе со всеми, кто там находился, был отрезан от внешних областей барьером. Которые никто, кроме Ксотанов, не может пересечь. Что произошло в самом центре? Вроде как там все живы. Пару десятков лет назад оттуда, через барьер, прорвался корабль. Экипаж рассказал нам, что не рассчитывал уцелеть. Внутри барьера думают, будто событие уничтожило все, что находится снаружи. Что вся галактика теперь сжалась до размеров своего центра. Так они способны попасть на нашу сторону барьера? Да, у них там есть вещество под названием Авориан. Возникшее, как видно, в ходе события. Оно и позволяет им пересекать барьер. Они его привезли? К сожалению, весь Авориан, что был у них с собой, оказался уничтожен, когда ученые принялись драться за то, кому достанется право проводить с ним эксперименты. Вот потому-то я и стал отшельником, чтобы держаться подальше от всей этой глупости. Эксперименты — это очень важно. Поскольку из-за барьера нам никто больше Авориана не везет, видимо, единственный способ его раздобыть — это использовать технологии ксотонов. То есть ксотанские артефакты. Да, кое-кто ищет пути к ядру галактики, и судя по всему, среди ксотанских артефактов есть такие, что служат именно этой цели. Я знаю, где продается один такой артефакт. Если хочешь, пошли тебе письмо с подробностями. Большое вам спасибо. Нет сомнения, что живущие по внутреннюю сторону барьера будут тебе безмерно благодарны, если смеешь дать им знать, что галактика снаружи всего... Снаружи него по-прежнему существует. Окей. Купите у мобильного торговца какой-нибудь артефакт. Прочитайте последнее письмо Искателя Приключений. Торговая гильдия. Здравствуйте. Есть торговцы, члены торговой гильдии, у которых может оказаться какой-нибудь из нужных вам артефактов. Это Искатель Приключений этот пишет, да? Но их нужно вызывать к себе особым образом. Выясните, как именно и сможете купить артефакт. Ну, мы, по-моему, у этих, у фракций покупаем призыв, типа торговца. Мне стало известно еще об одном загадочном артефакте. Похоже, он каким-то образом попал в руки контрабандистов. Найдите где-нибудь рынок, где они ведут свои темные делишки, и попробуйте заручиться их доверием. Может быть, контрабандисты выведут вас на своего босса. Артефакт должен быть у него. Босс контрабандистов. А, это как раз вот ботан, да? Скорее всего. Нас дальше вот ведут по сюжету. По боссам. Босс контрабандистов. Найдите укрытие контрабандистов и поговорите с ними. Отлично. Отлично. Мы, я думаю, с ботаном сейчас справимся уже. Щиты напяляем на себя на 200 тысяч, и я в целом уверенно, довольно себя чувствую. Против ботана, как минимум. Так. Хорошо. Окей, давайте мы насчет дальнейшей контрабанды сейчас посмотрим. Контрабанда алкоголя у нас тут следующая будет. Хорошо. Погнали. Да? Нет. Да, вон, купите на складе снаряжение маяк торговой гильдии. Это как раз таким образом мы вызываем торговцев. Моретти. Улетайте отсюда. Я тут кое-кого жду, и посторонние корабли здесь совсем не кстати. Это меня вы ждете. В самом деле, и кто же вы? Меня прислала... Мне переслала ваше письмо Изи. Ах, Изи. Что ж, этого следовало ожидать. Она совершенно ненадежна. Все нам будут так говорить. Итак, она прислала вас поработать вместо нее? Угу. Обыкновенно я предпочитаю не работать с незнакомцами, но здесь другого выхода нет. Нам требуется забрать партию самогона из укрытия контрабандиста в таком-то секторе. Возьметесь? Конечно. Отлично. Посмотрим, справитесь ли вы с задачей лучше, чем Изи. Если да, у нас могут появиться для вас и другие предложения. Так что не разочаруйте нас. И не вздумайте хоть каплю выпить самогон. Собственность семьи. Так. Контрабанда алкоголя. Полетели. Не хватает. Чуть-чуть дальности нам. Так. Подпольный рынок. Здравствуйте. Можете нам помочь? Какая помощь вам необходима? У нас только что напали бандиты. Нам удалось отбить атаку, но судя по их переговорам, они скоро вернутся с подкреплениями. И что мне с этого будет? Если вы нам поможете, мы продадим вам все, что угодно и по хорошей цене. Хорошая мысль. А вот и они. Готовьтесь к бою. А ну-ка. А ну-ка. Ой, долго летит снаряд, да, у нас? Так, не попасть на большой дистанции. Вот это взрывы красивые. А ну-ка. А ну-ка. 200 омикрон мощи у них скромненькие скромненькие ребята скромненькие ребята скромненькие страны фонд丘 source так тут вроде что-то желтенькое у нас было нет мы теперь сможем типа алкоголь у них купить сейчас добро только пособираем хлам железный пока падает с них хоть мы и в наанитовых секторах находимся сейчас но он хоть что-то титановое не то хорошо так вон там он еще синька заберем ее можно конечно еще попробовать поразбирать обломки но чё-то уже как-то лень чё-то как-то лень кучу барахла и так нам наши утилизаторы приносят и я уже готов наверное запустить еще парочку утилизаторов так я наверно пристыкуюсь сразу снять метку скраденного товара здесь можно вскрыть контейнер на экипажа принять на борт спиртное мы не можем вести с вами дела возвращайтесь когда улучшите отношения ладно давай бухло тогда получайте доставьте их в жилой комплекс секторе такой-то спиртное семьи хорошо а тут разрыв вот это поворот встретил меня свокс пятнадцатый я вас убью давайте посмотрим какой свокс стой 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 черт я что-то забыл про автопилот он меня преследует до свидания никто так так я вас убью отключаем автопилот это хорошо это хорошо я я не против я хотел посмотреть как свокс поменяется здесь войне по моему примерно такой же как и был в тех секторах может быть здесь лут из них будет лучше интересно но я реально не думал что мы здесь его можем найти ну и у нас счета больше стало уже с тех пор как мы с ним разбирались в позапрошлой серии да и урон тоже поднялся вот это вот пушка на три слота которая долбит на 13000 вот это вот это мощно хоть и попадать ей тяжело так куда там стреляешь где где враги все собираем барахло и сейчас посмотрим что-то интересное выпало с него как минимум повод по материалам или только тоже железное барахло так ну вроде бы все собрал там только торпеды остались торпедные отсеки я не ставлю просто просто нет места для них я не знаю для того чтобы торпедные отсеки эти поставить и собирать эти торпеды нужно чем-то пожертвовать и мне не хочется я хотел дам посмотреть что у нас а ну у нее нету получается этого да нет бонуса против корпуса но все равно мне нравятся такие орудия определенно так ну как минимум тут пара титановых штучек у нас есть хотя тоже да где я че подобрал сложно сказать потому что может быть а большую часть этого подобрал еще до битвы с боссом где-то но нет смотрите все равно в основном барахло из титана из железа мало весьма хорошо надо будет может с вокса теперь тут пофармить где-то мы в любом случае из него получаем вот эти чудесные модули если хотя бы из титана да вот хотя да если так посмотреть у этого тяжелого опустошителя он три слота занимает по 100 дпс на слот в принципе немного у нас просто бонус еще идет на вот этом нашем потому что он антиматерией бьет и это еще 164 процента урона и он еще сам по себе из на они то кстати да но все равно мне вот эти вот орудия нравятся интересные и позволяет уменьшить количество вот этих линий дурацких так ладно полетели нам тут еще буквально пару прыжков и мы можем доставить алкоголь потом надо будет инвентарь почистить от барахла всякого а то там уже много собралось так жилой комплекс вы за грузом прибыли да о вот и выпивка заходите в док так как-то непрактично что один причал всего А, крепкие и чистые Как мне и обещали Будешь чем отпраздновать победу над семьей Вы что, собираетесь выпить самогон семьи? Так, что-то я куда-то Не то и не тем отправил Ха-ха, завидуете? Мы с ребятами немножко накосячили И один типчик из семьи пытался нам угрожать Но мы и дали ему пинка Такого, как он в своей жизни не получал И угадайте, что случилось дальше На следующий же день появляется его босс Амаретто, или как там его С извинениями И даже предлагает нам особый семейный самогон За то, чтобы мы не рассказывали другим членам семьи Как выписали тому типчику Ничего себе А то, ясное дело, что в семье нас боятся Эти слюнтяи понятия не имели, с кем связались И теперь мы отметим победу Их же собственным самогонам Вот придурки Как хитро вы все обставили Еще бы Ну, до лестью вы у меня ничего не выманите Так что, брысь отсюда Успешная доставка самогона Здравствуйте, коллега Мне передали, что вы осуществили доставку алкогольных напитков Предлагаю Встретиться в секторе И обсудить возможности дальнейшего сотрудничества Джон Моретти Ну, ладно Че Я не против встретиться Значит, все мы так сделали, правильно? Пойдет Посылка Нам сюда Хм О Четко Все, полетели А, нет Посылка это какое-то другое задание уже Нас интересует контрабанда алкоголя все-таки Сейчас поищем Отбой Вот здесь у нас Контрабанда алкоголя Ну, может быть мы по дороге и на посылку посмотрим Я где-то упустил, когда мы получили это задание Если честно Но нам типа пришло сообщение, что Чей-то контейнер пытаются взломать Пойдем посмотрим Пираты скучают Босс занят Просто уходите и вам ничего не сделают Тут вот можно, да Материнский корабль пиратский Засамонить Если на них напасть Ну, нам Они неинтересны Мы летим себе дальше На посылку Сейчас посмотрим А потом пойдем Контрабанду алкоголя Завершим Письма мы все прочитали, да? Да Босс занят Просто уходим Тут если к ним не лететь, да? Или Ничего Не делать Нехорошего То они не нападают Именно вот В таком вот случае Когда говорят, что босс занят Проваливайте Так, посылка Похоже, ему нужна наша вещь Избавьтесь от него Блин, как все просто и в этой игре, да? Ему нужна наша вещь События Когда Это самое, да Барьером отрезали Назвали просто событием По заданиях с Изи Мы просто кое-что там доставали Все Все просто Полетели, наверное, это сначала снесем Мы так-то можем попробовать уже Ооо, попал Я попал Я попал Блин, это, конечно, красота С этими орудиями Ооо, класс Может их на автомат поставить? Может быть? Да, мне ребята говорили, что Автоматически довольно четко стреляют Пушки И в принципе Вот это вот орудие На автомат поставить Было бы весьма интересно Что там? Как будто бы технология Загадочная посылка Выдающаяся Так, вон там синее барахло вижу Вроде больше А, вон там еще сверху вижу Тоже синее Вот это вот, конечно, подсветка Классная По краям экрана Очень удобно Ну, давай, давай, давай Лети ко мне Отлично Так И Где-то Вон Там еще что-то сверху Беленькое было Но уже не будем, наверное, тратить время На эту штуку Тут вот только заберем Пару турелек И хватит А, да И я хотел Инвентарь почистить А, кстати Да Все вот эти посылки И другие квестовые предметы Они не попадают В наш инвентарь Классно Вообще Я думал Для этих заданий Нам понадобится Тогда нам и капитан-контрабандист Не нужен Для всех вот этих вот Контрабандных Якобы товаров Потому что А, мы еще, кстати Можем настроить Во Никакой руды Никакого Металла Никаких Обычных Грузов Во Зачем нам тогда Грузовые отсеки Если, да По квестовым предметам Ну, мы По квестовым заданиям По квестовым заданиям По заданиям Если у нас Все идет Чисто Вот сюда Может быть Кстати, идет Просто, наверное Вот в этот инвентарь Да Похоже Кто-то Накорябал тут Информацию О владельце Так что Использовать Почта Можно отправить Другу, да? Нет Давайте использовать Тогда, что ли Владелец Не признается Сектор Такой-то Склад ТТ-4 Контейнер Такой-то Задание Посылка Не, ну что Полетели Что-то такое Интересное Давайте Вот так А тем Временем Покопайку Нашу Отправим Утилизировать Не утилизировать А очищать То, что Она там Накопала Так В следующей Да, системе Просто на самом деле Тогда, раз Нам не надо Триум Для таких Заданий То, может быть Проще было бы Заменить Этот трюм Который У меня там Чуть-чуть Да, но Есть Грузовместимости На что-то Более полезное У нас Будут там Задания С тем же Ботаном Где нужно Будет Ну, действительно Товары Принести Привести Так И что Мы тут Ищем Давайте Давайте посмотрим На этого капитана На этого капитана Найти Черный рынок Можно Меньше опыта С меньшим опытом Я даже брать не хочу Даже смотреть дальше Не хочу Что там у них Доставка Не хватает Доставка Грузовой Корабль Так Давайте Мы сейчас Посмотрим Через Вот тут Посылка Что Найдите На одной Из станций Владельца Предмета Вот может быть Как раз Найти Черный рынок Нам нужно 55 минут Осталось Давайте Какой-нибудь К станции Пристыкуемся Зотаны Нам эти Неинтересно Не будем На них Тоже Отвлекаться Тут же Есть у нас Да Найти Черный рынок Есть Наверное Вот этот Как раз Вариант Диалоги Мне нужен Может быть Мы таким Образом Просто Дальнейшие Черные рынки Находим И Задание Посылка Будет Постоянно Появляться Дальше Ну Опять же Я что-то Фантазирую Что вам угодно Я ищу Владельца Этой Вещи Мне От чужих Ничего Брать Не Положено Хорошо Там может Стыковаться Не надо Давайте Сейчас Тогда Через Карту Вот так Я ищу Вещи Говорите Мы Никаких Вещей Не Теряли Но Если Предлагаете Бесплатно Можем Взять Я даже Не знаю Я подумаю Вещи Говорите Мы Никаких Вещей Не теряли Так Я не помню С какой я Говорил По-моему С этой Станцией Мне От чужих Ничего Не надо Так Откуда Она У вас Знаете Сколько Мне Пришлось Заплатить За то Чтобы Ее Держали В Безопасном Месте Ну Конечно Хозяину Склада Нельзя Было Доверять Эта Вещь Была У Пиратов Которые Химичили С чужим Контейнером И Вы Решили Не Оставлять Ее Себе А Привезти Сюда Мне Казалось Что Честных Людей В Галактике Уже Не Осталось Но Вы Доказали Обратное Знаете Я Здесь Держу Небольшой Магазинчик Заходите В любое Время Ну Возможно Да Мы Просто Разблокировали Себе Черный Рынок Таким Образом Солидный Уром В секунду Такое Выходит Две Таких Можно Было Было Наверно Даже Взять Дальнобой Ная Жало И Области Урон Бонусом А Две Ячейки Стоп Это По 100 ДПС Те Те Же 100 ДПС Как На Большинстве Орудий Здесь 100 ДПС Тут Вообще Какой Это Смех По ДПС Непонятно Вообще Что Это Такое Ну да Ясно Короче Ничего нам Тут Нас не интересует Полетели Здравствуйте Коллега Привет Со мной связались Из укрытия Контрабандистов Там Весьма Впечатлены Вашими Способностями В бою Я бы Хотел Предложить Вам Еще Несколько Заданий Семье Нужны Такие Люди Вы Заинтересованы Разумеется Хорошо Вот Ваше Вознаграждение Насчет груза Мы не будем Говорить Когда у меня Будет для вас Новая задача Я с вами Свяжусь Отлично Сто тысяч Мы получили И Пока он Там С нами Пытается Связаться Мы Пойдем Контрабандой С бытом Да Не контрабандой А с бытом Именно Наркотиков Займемся Прыг 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 О Как раз Сюда Отлично О Кстати Там Шахта Подверглась Нападению Давайте Мы Посмотрим Тут Тут у меня Нет корабля Который Смог Быть Защитить Сейчас Мой Шахтер Который Вполне Справился Смог 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 Наши пушки Наготове Но Пушки Здесь В основном Эти Идут Как они Называются Противоракетные Противоторпедные Но Мы Можем Поставить Вот Есть У капитана Приказ По моему Атаковать Все живое Универсальное Универсальное Но Так-то Огневая Мощь Ничего В принципе На местных Пиратов Хватит Конечно Хотелось бы Конечно Еще одну Вот такую Пушку Поставить Но А Изнание Нам надо Блок Какой-то Здесь Влепить Проблема В том Что Да Если Вот Они Куда-то Вниз Полетят Ага Строить Нельзя Ага Я понял А турели Добавлять Можно Ой Стоп Нет Пауза Пауза Давайте Добавим Какую-нибудь По типу Отсортируем Какую-нибудь Вот такую Только На боевые Автоматические Универсальные Вот Вот Так И Добавим Еще Где-то Это Большая Пушка Которая Со Смешным ДПС А Она Тоже Из На Они Та Зараза Верно Верно Ладно Поставим Просто Еще В разных Местах Разных Орудий Почему Не могу А Потому что Она тоже Из На Они Логично Логично Из Титана Так Из Титана Тоже Плазма Плазма Здесь Не Нужна Вообще Вот Это Вот Солидная Штуковина Давайте Мы Ее Где-то Здесь Поставим Ну Вроде Более Менее Окружили Да Давайте Посмотрим Пока Пираты Летят Можем О Торпеда Полетела О Кстати И корабль Наш Готов Стоп Торпеду Почему Не сбили А Вот Почему Не сбили Да Автопилот Атаковать Всех врагов Стоит Так Ну Так Так То Справляемся Даже Дальности Более Менее Хватает И Они Вроде Так Не стоят На месте Вдалеке А Они На Дистанцию Выстрела Более Менее Подлетают С Этим Можно Работать Вполне Сюда Поставить Еще Магниты На Три Километра Да Ой На три Километра Магнитов Б Где У нас Тут На Километр Не Ну Конечно Можно Было Бы Налепить Но Может Быть Где Небудь На Другой Станции Хорошо По Повреждениям Все Отремонтировали Повреждений Как и не было Вообще Отлично Так Покопайку Отправляем Наверное Теперь Вот сюда Сейчас Сейчас Я дождусь Пока Она Прыгнет Пока Чтоб Сразу Отдать Ей Приказ Копать А Сейчас Пока Давайте Почитаем Задание Здравствуйте Коллега Кое-кто Пытается Вести Бизнес На Нашей Территории Из-за Этого Наша Репутация В глазах Потенциальных Клиентов Терпит Ущерб Нам Необходимо Ликвидировать Конкурирующую Фирму Кто Стоит За Этой Деятельностью Неизвестна Однако Мы Нашли Человека Готового Поделиться Сведениями Отправляйтесь В сектор Такое-то Выясните Где он Должен Бустретиться С жалким Подонком Решившим Перебежать Нам Дорогу Чтобы Он Стал С вами Говорить Назовите Пароль Козерог Постарайтесь Нас Не Подвести Хорошо Хорошо О И Шахтеры Альянса Нашего Завершили Работу Система Управления Боевыми Турелями Принесли Нам И Лазер Так И можем Отправить Их Снова Поработать Я пока Отправляю Всех В старых Местах Так-то Мы можем Уже В новые Перебираться Но Я думаю Здесь Еще Тоже Покопаем Чуть-чуть Семь Часов Уже Мы можем Копать Семнадцать Процентов Вероятность Засады За семь Часов Один И три Миллиона Титана Получаем Ну Хорошо Мне Этого Пока Хватает И Наш Этот Уже Пришел Давайте Переключаемся На этот Корабль И Отдадим Ему Приказ Вот Тут Какой-то Прям Конвой Летит Куда-то Автопилот Добыча В секторе У тебя В инвентаре Ничего Лишнего Целая Куча Лишнего Барахла Я Не посмотрел Что там И все Повыбрасывал Там Может быть Какие-то Драгоценные Материалы Которые Можно Было Бы В принципе И продать Ну ладно То все Мелочи Возвращаемся К Последнему Заданию На сегодня И оно У нас Вот здесь В следующем Секторе Как раз Сбыт Наркотиков Значит Где она Корабль Джулианы Да Окликнуть Может Найдете Себе Другое Место Я тут Кое-кого Жду Да Меня О Правда Вы Кто Изи Послала Меня Заняться Этим Делом О У нее Все В порядке Да Просто У нее Дел Много Ну ладно Думаю Не страшно Если вы Сделаете Это дело За нее Ну Хоть Один раз Не сказали Что она Это Самая Ненадежная Зная Изи Я полагаю Что вам Можно Доверять Даже О как Итак Вот наша Задача Нам нужен Человек Который Заберет Партию Наркотиков У контрабандистов Сектор Таком Доставит Ее на Близлежащую Станцию Сможете Это сделать Конечно Вы уверены В себе Мне это Нравится Если у вас Все получится Мы можем Поговорить О дальнейшем Сотрудничестве Супер Погнали Погнали Через Все эти Пустые Сектора Ну вот Прыгаем Кто вы Я из коммуны Друг Зашибись День становится Все лучше Что не так У меня Нет наркотиков Пираты Чуть не Разнесли Мой корабль В клочья И скрылись С наркотиками Мне еле Удалось Спастись Вы видели Куда Направились Пираты Мои сканеры Показывают Что один Из них До сих Пор В секторе Вот Таком То Возможно Вы его Догоните Если поспешите Я постараюсь Простите Наркотики Пропали Что теперь Будет Со мной Не волнуйся Я их Заберу Спасибо Вы Очень Добры Думаю В коммуне Все устроено Очень просто Да Так В соседний сектор Прыгаем Сбыт Наркотиков Что вам угодно Вы украли Наркотики У поставщика Комуны И что Вам Какое дело Я хочу Их вернуть А я Их Не отдам Попробуйте Отобрать Если посмеете Ну и Нагло Сеявиться Сюда В одиночку Вы тоже Одни Это Ненадолго Ребята Нужна Помощь Надо Кое Кого Проучить Ща Смотри Смотри Что у меня Есть Все Снаряды Пролетели Мимо Давай Давай А или Я не достаю Семь Километров Нет Там По-моему Должна Дальность Двадцатку С лишним Оп И опять Все Снаряды Пролетели Мимо Что Что Будешь Делать Ну Может Если Ниже Целится Куда Нибудь Оп Я попал Но он Не взорвался Я В шоке Двадцать Я У него неуязвимость просто Я понял Какой он хитрец Стойте, прекратите стрелять Я расскажу все, что захотите Где наркотики Мы продали их тем контрабандистам У которых их украли Интересно А контрабандист сказал другое Нет, не тому самому кораблю Мы их продали на подпольном рынке В секторе Таком-то Они так боялись, что если они потеряют наркотики Что коммуна явится К ним с разборкой И выкинули Выкупили их у нас Ого, ничего себе Простите, ладно, отпустите Как будто бы у меня есть выбор Мы застряли Да Так, все Очищающий утилизатор Так Куда они там их продали Сюда Окей Задания, конечно, простенькие Такие совсем Подай, принеси Да Ничего прям какого-то замысловатого Единственное, что там вот С бухлом какой-то был Хитрый Твист Который я упустил, наверное, немного Но Так-то все Предельно просто Но мне нравится Мне нравится Когда мы можем Вот такую вот Песочницу Добротную Разбавить Простенькими Хотя бы Но все же Заданиями И мы получается Сейчас вот Познакомимся Со всеми Тремя этими Фракциями И Мне кажется Нам придется выбирать С кем нам придется Работать Как бы В итоге Как основную Фракцию Раз на мысе Так говорила Типа, да Но она говорила Пока не спешить Может быть Потом Что будет Интересное Сколько у меня денег? Я все как-то не смотрел 29 миллионов Уже И это еще На счету Альянса У меня там Где там Ну Почти Пятерочка Еще Да И это все Тупо Торговец Наш Заработал Станция Там Ну Может быть Десяток Уже Миллионов Принесла Но Мы на нее Потратили Это больше Все Мы прилетели Прилетели Контрабандисты Уиштгина Может Мы можем Так Сразу С ними А нет Погрузить На борт Наркотики Закрыть То есть Мы просто Прилетаем И берем Наркотики Без лишних Разговоров Окей Окей Получайте Доставьте Их в жилой Комплекс В таком То Сектор Без Лишних Разговоров Вообще Ладно Так Сбыт Наркотиков Сюда Полетели Черт Не достаем Все равно Не достаем Ладно Вы Вы За грузом Прибыли Ну Пусть Будет Да О Вот и Оно Заходите В док Мы Мы За Грузом Прибыли Мы С Грузом Прибыли Казалось Бы Простые Задания Как Можно Было Так Все Может Это Трудности Перевода Какие Были Или Что Непонятно Что Что Там У Нас О Это Что То Новое Неплохо Оп Сорян Сорян Никто Не Заметил Доставить Наркотики Да Я За грузом Для Комуны Наконец То Мы Уже Думали Что Комуна Передумала Не Волнуйтесь Вот Товар Да Похоже На Них Можно Положиться Когда Речь Идет О Товарах Для Развлечений Так Прочите Сообщение Жулианы Добрый День Товарищ Контрабандист Остались Под Впечатлением От Того Как Вы Справились С Пиратами Должна Признаться Я Тоже Под Впечатлением Могли Либо встретиться Со мной В таком-то Секторе Джули Она Так Так Сбыт Наркотиков Ок И вот Джулиана Привет Вижу Вы справились Да Население Жилого Комплекса Очень рада Этой поставке А вот Его администрация Не очень Но именно Так Все и должно Быть Если Всем Предоставлять Свободу А Катармбодисты Так Обрадовались Что Вы Мне Что Вы Мне Не Сказали Что Они Потеряли Наркотики Что Сами Проговорились Но Вы Доказали Что На Вас Можно Положиться Я Хочу Вам Предложить Новое Задание Такой Товарищ Как Вы Нам Пригодится Вам Это Интересно Ну Давай Отлично Когда Для Вас Появятся Новые Задачи Я С Вами Свяжусь Вот Завершить Сюжетную Линию Нужно С Всеми Этими Ребятами И Вот Задание Пришло Помогите Меня Похитили Товарищ Мне Нужна Ваша Помощь Меня Похитили Заперли На Собственном Корабле Почти Весь Мой Экипаж Погиб Или Ранен А Система Корабля Уничтожена Я Не могу Не Сбежать Не Сообщить Где Нахожусь Но Свой Корабль Я Все Еще Могу Слать Вам Сообщение Вы Должны Мне Помочь Не Знаю Чьих Это Рук Дело Не Знаю Кому Верить Кроме Вас И Нескольких Старых Друзей Отправляйте В сектор Такой И поговорите С Юамом Он Мой Старый Друг Я На 100% Уверена Что Он Тут Ни Причем Он Любит Рассказывать Как Хорошо Умеет Отыскивать Скрытые Следы И Хлам Он Наверняка Сумеет Меня Найти Я С вами Свяжусь Когда Буду Знать Больше С Наилучшими Пожеланиями Джулиана Хорошо Но Видимо Мы Продолжим Выполнять Эти Задания Уже В следующей Серии Один Нанит От Моего Альянса Это Наверное Наш Шахтерский Корабль Я даже Не знаю Откуда Этот Один Нанит Взялся Ладно Что Я там Говорил Да Что В следующей Серии Мы Продолжим Выполнять Вот эти Вот Вот эти Пока что Наверное Задания Сюжетные С Какой-то Из фракций Для начала И посмотрим Может быть Будет Работать Так Что С Одной Фракцией Которой Мы Задание Выполняем Будет По отношению Подыматься Сильно А с остальными Падать Будет По чуть-чуть И тогда Можно В принципе Все будет Три Выполнить Я думаю Да Сюжетки Со всеми Подружиться Ну короче Посмотрим Как это Все будет Работать Я опять Начинаю Что-то Там Выдумывать То чего Не знаю Да И В следующей Серии Будет Видно А там Уже И до Босса Контрабандистов Доберемся Я думаю До Ботана Ну а Пока Что Всем Спасибо За просмотр Всем Пока И Увидимся В следующей Серии Субтитры Субтитры